Мы маленько подальше от экрана, вот так, подальше отшатнитесь, а то застилайте, вот так. Так, коротко скажу, у нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Не против. Не против, да? Да. Так, теперь, ну, маленечко ещё отступитесь, потому что вы застилаете экран. Назад, назад, подальше. Нет, наоборот, переместитесь в правую сторону, переместитесь, вот сюда. Вот сюда, вот, вот всё. Говорите, кто вы, откуда и зачем? Ну, Дмитрий меня зовут. Так. Вот, я Селидово. Не понял. Город Селидово такой есть. А где он? Донецкая область. Область как называется? Донецкая. Донецкая? Да. Так это же Украина. Да. Понятно. Вот. А почему вы пришли сюда? Как вы узнали про нас? Смотрел Ютуб канал ваш. А как вы попали на него? Ну, в Ютубе увидел, как вы хорошо, хороший лагерь открыли с детьми, вот. Как вы их учения учили настоящему, как песни пили на костре вечером. Вот это, вот так было. Ну, ладно. Вот когда кончим беседовать, я вам скину наши ресурсы на Ютуб. Я знаю. Я их знаю. Я их так уже всех прочитал. Ресурсы все. А вы знаете, что просмотреть все наши ресурсы, а 17800 роликов, если по одному часу, вам нужно... Можно минутку, секунду. Вы постоянно говорите разную цифру. Я уже заметил. Да. Она вперед идет цифра-то все время. Нет. В одном ролике вы говорите 17800. Да. В другом вы говорите 17300. Нет, 3300 раньше было, а сейчас 800. Я должен говорить, что разное, потому что у нас прибавляется. Ну, я могу сказать. Завтра я буду говорить, не 17800, а 17864. Видно, хоть. Они идут у нас цифры вперед. Потому что сейчас Господь дал мне шесть помощников. Шесть. Мои вопросы, которые я студентам отвечал, они их делают отдельными файлами. А это 4124 еще ролика появится. Что-то у вас там трясется так это. Это я настраиваю. Ну, вот так. Оставьте так на этом. Вот так я хочу поставить. Так. С какой целью вы пришли? С целью. Сейчас говорю цель. Вот так нормально? Ну да. Подальше отклонитесь так, чтобы. Подальше. Вот так. А то у вас пол лица только видно. Еще подальше маленько. Вот так. Во. Так. С целью. Хочу получить попрославление. Почему у вас имя, фамилия не написано? Какие это цифры? Да. У нас так не положено. Я попрошу потом вам сделать имя, фамилию. У нас везде так. Вот у меня 4000 с лишним друзей. 43 тысячи подписчиков. Я прошу всех сделать. Потому что мы открытые живем. Геннадий Тихонович, я столько смотрел ваших видео. Я поражался, когда вы делали опору на ставке. На пожарском. Ну, на ваших ставках. Когда вам запрещали ловить. Я поражался. Как это так? Человек сам, колье с березой стругали. Когда Владимир, ваш брат, помогал вам. Ну, как это? А что там запрещали? Ну, вот, когда было, видимо, что с Роспотребнадзора пришло заявление, когда. Вот это вот. Вот. Когда рыбу ловили? Я возмущался. Я возмущался. Как это так? Ну, как это? Ну, они еще оставили. И мне так само запрещают ловить у нас, на Украине, мне рыбу. Ну, я не запускал, конечно, как вы. Но, тем не менее, она идет своим прудом. Своим прудом идет. Вот пруд. Ну, да. Тут, видите, в чем дело. Мы их к ним съездили. Они говорят, через вас там вроде опни протекают. Я говорю, там вообще нет. А на карте у них из шести прудов только два. Приехала комиссия. За каждого карася 250 рублей. Я говорю, а вы их вырастили? Мы пруды сделали. Я больше миллиона туда зарыл в землю. Бульдозер привезти, увезти. 50 тысяч отдать надо. А у меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Да знаю я. Ну, Тихоныч, ну не надо мне. Вы как мне дедушка. Мне на дедушку похоже. Я знаю это. Отстали от нас, отстали. Да я знаю, отстали. В интернете не выставали. Ну, кому приставать уже. И говорят, жалуются. Так я говорю, решение Дума приняла. На анонимки не отвечают. Зачем вы отвечаете-то? В черный список его все. Они завистники, они голодные. Поэтому они щакают зубами. А мы все сами сделали. Деревню с нуля. Все с нуля. В России погибло 31 тысяча сел. 31 тысяча. И мы взяли землю, зарегистрировали. Школу построили, храм. Все. Своими руками. Я не виновен ни перед ними. Ни копейки не брал у них. Игорь Тихонович. А у нас в Донецкой области тоже много сел потерянных. Тоже много сел потерянных. Вот мое село родимое, родное. Название его Новоторецкое. Село Новоторецкое. Помолитесь за него, пожалуйста, когда-то. Село Новоторецкое. Там большой стовок, большой пруд. Это идет Северский Донец через него. Начало идет. Исток. И впадает речка Казенный Торец. Вот идет. Казенный Торец. Речка называется. Казенный Торец. Почему Казенный Торец? Потому что в какие-то времена, ну, времена царей там или кого-то. Вот. Назовали казенными. То есть купленными. Купленными. Вот. И они их купили. И они втекли, втекли. Их подали в... Ну, дальше. Большие. В река. Казенный Торец. Понятно. Торец это с торца. Со входа. Да. Да. Ну, ладно. Вот. Я там такие... Вот как вы ловили карасей, Игорь Тихонович. Как вы ловили карасей таких, И я таких же самых карасей ловил там. Как вас звать-то? Дмитрий. Как? Дмитрий. Дмитрий. Да. У меня отец Тихон Дмитриевич. Дмитрий это сын Деметры. Была такая языческая богиня. Перевода нет у него другого. Так, давайте дальше. С какой целью пришли? Хочу поговорить с вами. Ну, давайте по делу говорите. Чтобы не было так, Что я разговариваю с человеком, Который не вышел из похмелья. Чтобы то это не получилось. А люди будут говорить, Скажут, а вы не видели, Что он нетрезвый? Чтобы меня не упрекали. Хорошо. Хорошо. Поговорить о том, Как любить себя и других. Мы должны заботиться, Самое главное, Исполнять волю Божию. Знать ее. Поэтому, кто к нам приходит, Допустим, в щатрулетки. Я сейчас только разговаривал, Пришлось выйти. Мы им показываем книгу. Как дела? Ну, и учили их, как разговаривать. Какие тебе дела до меня? Тебе дела нет? Кто слово Божие исполняет, Дела вот так. А кто не исполняет, Можно перебить вас, Игнат Тихонович? А вы можете мне прислать эту книжку? Нет, конечно. А зачем прислать? Потому что она у вас есть. В каждой церкви есть. А я хочу вашу именно. Мало что хочу. Украина это самое жадное на деньги. Вот посылать в Америку, За океан, И в Украину. Это одинаковая истомость. Почтовые расходы берут. Мы, когда у нас была Миссионерская поездка, Мы в Украину заходили, Когда в Европу проезжали, И обратно. Ну, наверное, не меньше десяти раз. И каждый раз, каждый, Дай мне что-то, дай, Оторвать хотят. Самое жадное во всем мире, Которых я встречал. Ну, я заплачу за пересылку. Да не надо. Зачем эту пересылку? Нам полдня надо тратить, Курьера вызывать, На почту идти. Это не просто так. Еще ради, Когда там у вас эти книги есть. Другое дело, Мои книги, Которых нигде не только у меня. У меня 38 томов В бумажном варианте. Тогда вопрос другой. Хочу. Если нужны книги, Сделайте запрос, Вам ответят, Как? Можно получить. Что перед этим надо сделать? Вот сейчас, Как кончим говорить, Вы сразу можете прислать запрос. Вам ответ придет. Администрация будет отвечать, Или я. Что значит? По каком порядке? Дайте туда ссылку. Я все дам. Все данные. Знакомитесь сначала. То ли вам надо. А когда узнаете, Что переводите деньги, Получает. Вы должны сфотографировать чек. А потом уже посылает. И когда получите, Вы будете следить, Вам номер дадут, Вы можете отслеживать, Где посылка идет. И когда получите, Три фотографии с книгами сделаете, И пришлете нам. Тут четко система работает. Хорошо. Так. Вот. Ну что еще хотел спросить еще. К вам приехать потеряю, Кунолета можно? Нельзя. Почему? Ну потому что я вас не знаю. Бриты. Почему бреетесь-то? Сбриваю. Ну это понятно. Понятно. Сбриваете. Зачем? Мужчине Бог дал бороду. Вот смотрите, Сейчас вышел фильм Езэкия. Его поставили сектанты. Но все, И сирийское войско, Иерусалимское, Все до одного с бородами, Бритов ни одного нету. Вчера мы этот фильм смотрели. Зайдите в храм, Иконы, Пророки, Апостолы, Христос, Все с бородами. Это Бог творил так. Если у женщины борода растет, Мы скажем, Ненормально. А когда мужчина без бороды, Нормально. Да как раз и ненормально. Потому что это подкаблучники, Бритые. Это называется блудодейная ересь. Протопопа вакуум называют. Это все женщины требуют. Так ты, Да зачем тебе она нужна? Да сбрей ее. И ты ради подпупной женской красоты Свою. Клин. Игнатий Кликнович. Вот жена моя. Вот жена моя. Если у женщины растет борода, Что делать? Ну что такое? Рядышком сядьте. Вот жена. Дай ей место. Здравствуйте. Можно? Рядышком сядьте. Сядьте даже. Садитесь. Молодец. Если у женщины растет борода, Что делать? Это Бог так сотворил? Вас не видно. Посадите на стул, Чтобы рядом было. Она ниже. Высоко голова ушла. Давай. На стул сядьте. Вот смотрите. Бог сотворил мужчину, А потом из ребра женщину. Это мы все узнаем Из этой священной книги Святой Библии. Словом Божьим Священным Писанием называется. Все. Апостол Павел говорит, А учить жене не позволяю, Не властвовать над мужем, Но быть безмолвием. Я не знаю вашу статистику, Но у нас в России На сегодняшний год 86,5% Разводов Первые три года После бракосочетания. 86% Женщин Останутся без мужей. Почему? Потому что Они знают Слово Божие. Ты мужу не должна Нигде поперек сказать Слово. Даже письмо Написала, Пока он не поставит Тебя к последней точке, Не отправлять. Жена должна быть В полном, Абсолютном послушании. И когда венчают церкви, Священник считает Послание И к официантам Говорит, Жена Да боится мужа. А учить жене Не позволяю. А почему? Ева согрешила. Мы все умираем Через женщину. У Соломона было 300 жен и 700 наложниц. Он разбирался В женском деле. И он говорит так, Среди мужчин Я одного нашел На тысячу, А среди женщин Не одной. Женщина горше смерти. Через нее Все мы умираем. И мы должны сказать, Господи, Помоги нам Женщину сохранить. Сохранить ее. Она должна быть Послушна. И ты должна Муж это скала. Он тебя никогда не бросит. Ни детей не оставит. Вот как. Я вот начальник Детского лагеря был. Сам его основал. 45 и 3 года Еще в новом формате. 48 лет. У нас Мальчик не имеет права К девочке пальцем прикоснуться. Так и она. Должны быть целомудренные, Стыдливые. У нас женщин Без плотка Нигде не появляется. Даже маленькая девочка В деревне. Платок. Почему? Он... Деван Ильич, Можно вас перебить Немножко? Ну, бей. Нет, Нет, Не убить. Перебить. Перебить это означает Всех перебить. Давай, говори. Я понимаю. Нет. Я с любовью говорю. Я понимаю. Вы относитесь К этой Республике новой? Нет, Не к новой. Я Я... Я... Вы правы Полностью Полностью То, что вы сказали Вы правы Я просто хотел спросить У вас Об этих словах Которые вам Сейчас скажу Можете Вы Прокомментировать Как-то? Можно? Спасибо Так, Я вспомню У меня так Вот, когда я в университете Вел занятия А я в пяти университетах Вел занятия Люди говорят Мы пришли Столько вопросов были Но только зашли И все вопросы Разрешились А я никому не отвечал Господь отвечает Я помню День Яна Тихонович Вопрос Загадка День смотрит Тысячами глаз А ночь Вернее, не так Не так Ночь смотрит Тысячами глаз А день глядит Одним Но солнца нет Ну понятно Что-то во тьме Селег не разбирается Ему нужно искать Свидетелей Но солнца нет Дайте мне договорить Дайте мне договорить Ночь смотрит Тысячами глаз А день Глядит одним Но солнца нет И тьма И тьма И стелится И тьма стелится На землю Так Можно мне сначала Еще раз Да не надо Не надо Оставьте это все Оставьте Конкретно У вас вопрос был должен один Как мне спасти душу Как после смерти В аду не оказаться Вот вопрос главный Подождите Можно мне Еще раз Рассказать Ночь Смотрит Тысячами глаз Тысячами глаз А день Глядит Одним Но солнца Нет И на земле И над землей Ну не надо Это не надо У нас время идет Ум Ум Смотрит Тысячами глаз Любовь Глядит Одним Такого нету У Бога Один глаз Это выдумка Кощунство Вот Я хотел спросить Любовь Глядит Одним Выбросить Любви И гаснет Жизнь И дни Плывут Как дым Да что у них Как дым Будут плыть Это когда человек Не верит Тогда у него Как дым А вот мы Встаем рано В 4.40 Утром У нас молитва Начинается А я встал Вот сегодня 15 минут Второго И уже на ногах Все Пока ответил Почту Можно вас Спросите Влад Тихонович Вот смотрите Вот Вопросик Как вы Относитесь К К творчеству Так скажем Алексея Осипова Осипова А что за творчество У него Я не знаю Даже такого слова Ну это Это православный Да я знаю его Но он-то сам Не называет творчество И зачем я ему Это слово Буду прилеплять Ну это я так сказал Я извиняюсь Я не так сказал Ну для меня Например одно Одно Что он бритый Московский Право Ну дайте мне сказать Ну Осипов Алексей Осипов Это Православный Московский Философ Православной Церкви Ну зачем Вы время Тратите Неужели Я не знаю Когда с ним Созванивался А вот Иосиф Я знаю Я спрашиваю Ему Обращаюсь 83 года Зачем Бреется И в галстуке Он как Масон Последних степеней И что он Говорит С писанием Не сверяется Житья Не сверяется Для меня Он не учитель Никакой Он профессор Духовной Академии Я посмотрел Часто Вот скажите Для меня Он не учитель А свои слов Хотя Говорит Иногда И правильно Его книги Монахи Сжигают Он там По своему Все это Искуростал И показывают В интернете Как монахи С целыми машинами Жгут его книги Ну С вами С вами Совпадает Его Его Значит Мысли его Совпадают С вашими мыслями Да мои мысли И никто не найдет Мои мысли Я опираюсь На священное писание Так говорит Господь Бог Толкование Блаженного Эпилакта Мое Где вы найдете Я не по одному Вопросу Своего я не выставляю Я говорю Так сказал Господь Такой-то пророк Апостол Такие святые отцы Такой-то канун А он этого не хочет Сказать Так он говорит Так и он говорит Не говорит Я говорю Я исхожу Из писания Святых отцов Он опирается Он говорит тоже На Бричанинова Ивина Бричанинова Он очень Он очень Красиво Описывает Бричанинова Понимаете То что вы говорите Я скажу Что мы не друзья Не друзья Не друзья В советское время Когда близко к семинарию Не допускали нас А он профессором был Так просто Это не было При коммунистах Что бы такую власть иметь Он перепортил Тысячи людей Смещенников Они теперь везде Бритые Тут появляются С Украины Нас Украина Заразила Всякой ересью Украина Это ворота Как будто из зада Какое Гонят сюда Священники Они все разрушают Приехали в гости Гавно Их ставят Деньги Гроши Гроши зарубить Приехали Какая бы ересь Не появилась Она с Украины ползет Потому что Предали все Мы родные братья все Для нас Украина Никогда не была Другим государством Мы никогда не разделяли Украинцев и русских А сегодня там Пляшут школьники И кричат Москаляку На геляку Безумие полное А вот когда у вас Зеленского Была инаугурация Мы все молились о нем Молились о Петре Порошенко Мы тоже молились Да, мы молились Чтобы Господь устроил Жизнь вашу там Что, лучше стало Чем при Януковище? Больше получили что-то? Америка Америка Кромить вас не будет Задаром Им надо нас Натравить Чтоб друг друга Сгрызали У нас в Украине Прекрасные друзья И мы никогда Не отделяли Украину Украина Это Киев Мать русских городов Киев Солица Да Киев Ворота Киевской Руси Да Там Золотые Голден Голден Стейт Вот мы Голден Вот я вам сказал Вопросы какие еще у вас есть? Вот Ну Не вопросы Поговорить хотелось бы Нет, я о пустяках не буду говорить У меня времени нет, Дмитрий Совершенно нет времени Ну Хорошо Мне 81 год идет А когда жизнь Человечка 70 лет Мне поэтому Я только по делу По делу А сейчас что говорит? Мне так было приятно Дмитрий Не трезвый Даже не суйся ко мне Чтоб не делать Еще не надо Когда буду говорить Я хотел бы спросить еще Самое главное Как молиться правильно? У вас там Киево-Печерская лавра есть Съездите туда Это центр там Православия Это в Киеве Это далеко А вы где живете? Далеко от Киева? В Донецке Донецкая область Ну в Донецке Мои книги мы развозили В Харькове Это Донецкого Игнат Тихонович Не в Донецке Город Селидово Донецкая область До Донецка 50-40 километров Ну я не знаю Так Николаев далеко от вас? Николаевск Это Одесская область Николаев Одесса Ну я хотел Те города узнать В которые я подарил Библиотеку Свои книги Это Одесса Харьков Вот здесь Парламентской Национальной библиотеки В двух библиотеках В Киеве В Киеве Мои книги все есть Подарок Покровск Покровск Ясно 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 Да у меня А в шахте А в шахте Когда я нахожусь Это сколько лет Святых отцов Съезди Выбери время Как-нибудь Это все же Украина С вами как встретиться Можно Потеряльки Никак Абсолютно никак Из головы выбросят А детей своих Направят Детей не можем Поговорить Тогда переговорим У меня есть ребенок Ксюшенька зовут У нас в прошлом году Не в прошлом В этом году Крещение принимали Были из Ливии Из Ливана были Я слышал Из Германии И Германия была Я слышал Из Германии Это подальше Жила спросить Игнатий Можно А воскресная школа Это что это такое Потому что Мой ребенок Как-то Участился туда ходить Воскресная школа У вас там ходит Нет Там у вас У нас есть Воскресная школа Их там Отправляют Было там И в Польшу Отправляли И там И все такое Как это Что это Это нормальная школа Или как Не знаю Я знаю про свое Я там ни разу не был Не могу ответить Как я знать Когда не видал Я не могу говорить О том Чего не видал Я знаю Это детей Приучают Познавать волю Божию Считать Они там Какие-то фильмы Смотрят Типа Мультики Про Бога Там И такое 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 Всякое Разница Бывает Хорошие Домой Они несут Подарки Подарки Какие-то Домой Конфеты И все такое Ну надо смотреть И быть благодарным Что вашими детьми Кто-то занимается Игорь Тихонович Это вы меня близко не знаете А когда поближе познакомитесь Вы будете Может быть Мордушки помню Мордушки помню Как вы Эти поставили Да Ну видите Я не теоретик Я все видел Так Димитрий Запомни Я не теоретик А практик Вот вопрос стоит Мы его должны разрешить Народ неграмотный Я иду преподавать в университеты Дети беспризорные Я образую детский лагерь И 48 лет Тысячи детей подняли Без помощи государства Если много преступников Я пошел работать Бесплатно Игорь Тихонович А к Путину почему Вопросы Ну К управлению К управлению Почему не помогают Меня они не призывают У него в библиотеке Показывали Стоят мои книги А Осипов Можно вас перебить Игорь Тихонович А Осипова наградили Вы видели Я уже видел Видели Осипова наградили Написано так Христос сказал об этом Они от мира И говорят по-мирски Поэтому мир слушает их А мы говорим о небесном А им это не надо Вот и все Если бы сейчас Вот я получил Из Москвы От Путина Быть советником у него Я бы пошел Но бодливой корове Бог рог не дает Понятно А Осипов что Не бытливая корова Я про него не буду говорить Зачем Он сам себе разберется Я говорю о том Что у меня Слово Божие есть И мы его пронесли От Владивостока До Лиссабона При Балтике А вы что Бытливая корова Мы проехали 650 городовых сел Сделали подарок От Лиссабона до Владивостока Наоборот От Владивостока до Лиссабона При Балтику Да Прошли Турцию Север Я смотрел видео Как вы ночевали В посадке На белом Бусике Газельке На белой газельке Ночевали Я видел это видео У вас выставлено В Ютубе Да А вот вы если посмотрели бы Как я приехал на то место Где я обратился В 1962 году И кто бы не смотрел Все плачут Я там пришел И плакал Много И я говорю об этом Если хотите Я вам скину этот материал Да может смотрите 52 года в пути Игнатий Лапкин Я все смотрел Как вы И Я Облагораживали дом ваш Я все смотрел Этого Никитин дом Как вы показывали Ну Никита уехал Он киевский Уехал конечно домой Он проповедует сейчас Как вы недавно говорили Проповедует Он приехал 5 лет пробыл Стало ему 30 лет Он вернулся В армию уже не призовут Он молодец Он в русских не смотрел Ну Как раз Майдан начался Майдан как раз Да 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 Ну что Димитрий Давай прощаться Спасибо вам за общение Запомни Папиросу и алкоголь Даже близко не допускай Чтобы я не повторял Это тебе надо жить и радовать Жену Кто там есть дети А относительно детей Мы поговорим отдельно Сейчас не отходи далеко Я сейчас скину вам материалы Как у нас идет утром Молитва Каждое утро Как занятия идут Три раза в неделю Вы можете прислоняться к нам На занятиях Будет Хорошо У вас в шахте Пусть идет Хоть работает Потому что он не работает Нельзя Я в такси работаю А вы еще не работаете сейчас На официальной работе А работаете в шахте Не я работал в шахте Сейчас в такси работаю А жена работает На официальной работе Пусть идет работает Нам очень тяжело Понятно Но тяжело Еще и выпивка У нас отопление Знаете сколько На технике стоит Отопление Две тысячи Тысячу 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 Семьсот гривен За сорок квадратов Представляете В рублях Это В рублях Это шесть тысяч рублей Но у вас газ Государственный идет В квартиры Так? Ну да Это просто У нас За стопение За стопение Я себе Не разрешил проводить Мы Берем дрова Сами готовим И уголь покупаем И по Газ это Бочка пороховая Дело в том Что у нас городок Такой Минимальная Питер Мы на шахте Понимаете Игнат Ихтович В чем обидно Мы живем На На недрах Недрах У нас уголь Под ногами У нас Залежи угля Рассчитаны Маркшердерами Маркшердерами На 200 лет На 200 лет Но никто не хочет Инвестировать В эту В эту В эту В эту отрасль В эту отрасль Никто не хочет Инвестировать Деньги Для того Чтобы что-то Заработать Надо Туда Что-то Положить А им Не интересно Это Сейчас В данный момент Бастуют Наши шахтеры С нашего Края Донецкого Доброполе Они говорят Мы не хотим Чтобы вы покупали В России Уголь Для того Чтобы Для того Чтобы Топить Котельные Наши Угольные У нас Остались Угольные Котельные Понимаете Я понял Все это Давайте прощаться Все пока Дмитрий До свидания До свидания Богом С Богом Вас